Время открывать подарки. В 35-й школе перерезали очередную красную ленту. Спортивное сооружение, оно будет уверенно востребовано жителями, учащимися этой новой нашей школы. Сколько стоит билет в бассейн? Продавцы новогоднего настроения. В Бобруйске начали работу елочные базары. Пахнет елкой, пахнет Новым годом, праздником. Что почем? Вернулись из отпуска. Городская резиденция Деда Мороза сменила прописку. Ждем вас с нетерпением. Приходите, гости дорогие. Будем вам рады. Где посеялась сказка. А также репетиционное тестирование, новый тариф и рождественский сочельник. Католики готовятся встретить один из главных праздников в христианском календаре. В какое время богослужения. Школа мечты. 1 сентября в молодежном микро-районе открылось современное учреждение образования. А в преддверии Нового года в рамках акции «Наши дети» свои двери распахнул и бассейн. Попасть сюда могут не только учащиеся, но и все жители города. Карина Гуревич записалась на первое занятие. На часах 12.00. Время открывать подарки. На пороге новенького бассейна администрация города, сотрудники 35-й школы и, конечно, ответственные за строительство. Церемония проходит в рамках акции «Наши дети». Долгожданный момент – перерезание красной ленты. Дальше экскурсия. Внутри аквазона на 25 метров. Всего 6 дорожек. Плюс небольшой бассейн для самых маленьких. В учебный период здесь будут заниматься школьники. В остальное время двери открыты для всех горожан. Спортивное сооружение, оно будет уверенно востребовано жителями, учащимися этой новой нашей школы. И уверен на том, что еще новые у нас появятся спортсмены, которые будут с гордостью нести звание это. Ну и работать на благо нашей страны. В самом здании несколько спортивных зон. Зал аэробики и тренажерный. В арсенале все необходимое оборудование. Среди сотрудников – профессиональные тренеры. Есть и где поиграть в теннис. Ближайшие выходные бассейн будет работать с 8 до 20 часов. А с понедельника – до 10 вечера. После завершения зимних каникул режим работы изменится. Взрослый билет стоит на сегодняшний день 3 рубля 50 копеек. Детский билет стоит 2 рубля 50 копеек. Первым нашим посетителям, кто приобретет абонементы до Нового года, будет в подарок 2 бесплатных занятия. То есть 10 занятий и плюс 2 занятия в подарок. После тренировки есть возможность восстановить силы. Прямо в здании бассейна открылась уютная кофейня-кондитерская. Любимое место обновило меню для посетителей комплекса. В скором времени в прайсе появятся даже протеиновые напитки. У нас в меню уже есть кислородные коктейли. Мы купили хорошее медицинское оборудование. Работаем на хороших оксидах, которые делают кислородные коктейли. Это очень полезно во всех отношениях. Бассейн – лишь часть подарка городу в этом году. Быстро растущий микрорайон нуждался в учебном заведении. В сентябре здесь открыли 35-ю школу. Уютная столовая, просторные кабинеты, оснащенные лаборатории, витаминный бар, лыжная база и даже тир. Но самое главное – современный подход к обучению. Школьное книгохранилище впечатлит любого. На полках порядка 15 тысяч изданий. Здесь же современная техника, выход в интернет и доступ к архиву Национальной библиотеки. Всего в учреждении обучается свыше тысячи детей. Среди преподавателей – первоклассные специалисты, которые находят подход каждому ребенку. Сама 35-я школа – не просто подарок городу и новому микрорайону. Она – настоящее чудо 2021-го. Благодаря поддержке главы государства и стараниям строителей, учебное заведение возвели в кратчайшие сроки. А в наступающем году бобруйчан ждет еще больше сюрпризов. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Справка по цене свободы. В Бобруйске сдержали продавцов овощей и фруктов с поддельными документами. Во время проверки центрального рынка финансовая милиция обнаружила предпринимателей с сомнительными справками, которые дают право не уплачивать в бюджет единый налог. Документ выдается сельскими исполкомами и подтверждает факт производства продукции. Как оказалось, подозрения были не напрасны. Дальнейшая проверка показала, что сведения о земельных участках, содержащихся в справках, оказались ложными. Граждане земельных участков не имели и справки сельсполкомами не выдавались. Указанные поддельные документы, справки изготавливались одним из индивидуальных предпринимателей города Бобруйска, который получал денежные средства за изготовленную одну справку в размере 25 белорусских рублей. На нарушителей заведены уголовные дела, им грозит до двух лет лишения свободы. От пересечения проезжей части до катания на тюбинге, ГАИ Бобруйского района в рамках недели детской безопасности проводят профилактические занятия с учащимися. На этот раз инспекторы заглянули в Туголицкую школу. Здесь прошел урок дорожной грамотности. Накануне зимних каникул напомнить ребятам о ПТД важно вдвойне. Обучающих фильм, познавательная викторина и, конечно, диалог. Награду за проявленную эрудицию фликеры. О детской безопасности 24 на 7 не стоит забывать и родителям. Будьте внимательны, следите за своими детьми, старайтесь им сказать о том, чтобы соблюдали правила дорожного движения, не забывали с собой световозвращающий элемент в темное время суток. А водителям хотелось бы предупредить о том, чтобы необходимо перевозить детей в соответствии с правилами дорожного движения, а именно в детском удерживающем устройстве и пристегнутым ремнем безопасности. ДТП с участием детей, к несчастью, все же случаются. В этом году в Бобруйском районе произошли две таких аварии. В одной из них погиб ребенок. Популярный рейс, зимний прогноз и дорожный патруль. ГАИ усилит контроль в эти выходные, на что сделают акцент наряды ДПС. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Минобразование утвердило спецификацию ЦТ 2022-го. Изменения в математике и физике. Теперь проходить задания по этим предметам абитуриенты смогут на полчаса дольше. Вместо 180 минут 210. Новшество будет введено уже на втором этапе репетиционного тестирования, который стартует с начала января. Регистрироваться на него можно с 27 декабря. ГАИ усилит контроль в эти выходные, особенно в местах проведения рождественских мероприятий. Инспекторы уделят внимание пресечению фактов нетрезвого вождения и управления без прав. Наряды ДПС проконтролируют соблюдение скоростных режимов, правил маневрирования, обгонов и проезда пешеходных переходов. С 1 января Белтелеком повысит тарифы на услуги. В среднем цены на интернет увеличатся на 4%. Стоимость международных телефонных соединений, услуг электросвязи и телевидения вырастет в пределах 5%. Компания анонсировала повышение еще в октябре. Белорусская железная дорога назначила еще 16 поездов на новогодние и рождественские праздники. Это связано с увеличением спроса среди пассажиров. Всего БелЖД пустит 83 дополнительных состава по наиболее востребованным маршрутам. В праздничные дни белорусы смогут отправиться также в Москву и Санкт-Петербург. Предстоящие выходные в Беларуси будут морозными и снежными. На большей части территории ожидается слабая метель ночью до минус 14, днем от 2 до 8 ниже нуля. Предновогодняя неделя также обещает порадовать снегом за окном и крепким минусом. В ожидании Рождества католики Белоруссии и западные христиане отмечают сочельник. Верующие по традиции собираются в костелах, чтобы разделить друг с другом и священством один из самых любимых и важных праздников. Богослужения совершаются три раза – в полночь, на заре и днем, что символизирует Рождество Христово в лоне Бога Отца. Во чреве Богоматери и в душе каждого христианина. Запрошаем вас до делу святочных набаженствах. 24 вечером расплачнется концертам виншаванним калядным. Потом святое набаженство летуры Вигилии Божьего народжения. 25-го в 10 и в 17-30, 26-го в этой неделе в периоде Божьего народжения, в 8-30, 10-1 и 17-30. Счастья вам, Боже, в надуходящих святых. Принято, что целый день католики соблюдают пост, а когда на небе появляется первая звезда, которая ассоциируется с Вифелиемской, преломляют рождественский хлеб в кругу семьи. Характерный элемент праздника – обычай устанавливать в домах наряженное дерево ели. Уже 25-го декабря католики Беларуси отметят Рождество Христово. До боя курантов неделя. На улицах Бобруиска открылись елочные базары. Главный поставщик – местный лесос. Купить новогодний символ можно до 31-го декабря включительно. Продавцы предлагают как традиционные деревья, так и в катках. Что почем знает Ольга Васенда. Вот это подходит. Можно пока вы. Елочные базары на городских улицах – характерная примета скорого наступления Нового года. До боя курантов ровно неделя. Купить пушистую красавицу можно в разных уголках Бобруиска. На Минской сезонную продукцию предлагает местный лесхоз. Эти деревья специально вырастили к праздникам. Спрос с первого дня. К нам стоит, конечно же, заходить, потому что у нас позитивная обстановка. Цена у нас доступная. Люди входят, интересуются, спрашивают. Цена от 9 до 30 рублей в зависимости от высоты. Продавцы новогоднего настроения предлагают товар до 4 метров. В ассортименте – как традиционные деревья, так и тренд последних лет. Есть и елочные букеты. Альтернатива с рубленым деревьем – ели в катках. Такой вариант более экологичный. Пушистую красавицу ближе к весне можно будет пересадить в открытый грунт. Цена от 40 до 80 рублей. Зеленые ярмарки под открытым небом расположились на семи площадках. Купить елку до 31 декабря включительно можно около Центрального рынка, в Молодежном парке на Интернациональной, Батова-16, строителей 58, а также в Авиагородке. Время работы базаров – с 10 утра до 7 вечера. Как считаете, какую лучше купить ель? Искусственную или живую? Конечно, живую. Тут даже не может быть вариантов. Живое оно живое. Пахнет елкой, пахнет Новым годом, праздником. Это же живая елочка, безусловно. Всегда была искусственная, но в этом году решили, чтобы был запах, как говорится, праздничный, такой новогодний. Очень, конечно, и дочка у нас будет рада этому. Хотя она уже большая, но Новый год она всегда любит и ждет праздника. Лесная охрана вплоть до Нового года будет регулярно проводить профилактические рейды. За незаконную вырубку ели или сосны грозит штраф до 870 рублей. Кстати, при покупке дерева не забудьте взять у продавца чек. Это поможет избежать недоразумений. Ольга Весенда, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360. Дед Мороз и Снегурочка вернулись после отпуска. Резиденция в этом году в Бобруйске сменила локацию. Малышей сказочных героев ждут в детском парке на Пушкино, 173. Первое представление здесь начнется уже в субботу. Затем мальчиков и девочек приглашают на праздничную программу 26 и 29 декабря. После Нового года резиденция вновь распахнет свои двери. 2, 6, 9 января. Начало в 16.00. Здравствуйте, друзья. Мы приглашаем вас в наш прекрасный новогодний парк. На наше театрализованное представление. Тусовка в новогоднем парке. Мы вас очень сильно ждем. И наши волшебные звери, а еще прекрасный Дедушка Мороз. Будут песни, танцы, веселье. Будет очень-очень весело. Да, правда, Дедушка Мороз? Ждем вас с нетерпением. Приходите, гости дорогие. Будем вам рады. Помимо представления, ребят ждет катание на лошадях. Тут же появится контактный мини-зоопарк. Цена билета 2 рубля. Телефон для справок 73 15 15. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова